Уберечь собственное здоровье и обезопасить своего ребенка, прибегнув в простой, но действенной процедуре, с каждым годом решаются все больше и больше людей. И как показала практика, положительный эффект такой борьбы с инфекциями достаточно ощутим. За последние два десятка лет заметно сократилось количество заболеваний краснухой, отмечены единичные случаи кории. Более чем в половину уменьшили случаи заражения вирусным гепатитом B. Значимую роль в достижении этих результатов сыграло и утверждение в 2012 году национального календаря профилактических прививок. Плановая иммунизация поспособствовала отсутствию превышения эпидемического уровня заболеваемости, гриппом и ОРВИ, на территории Бреста и Брестского района. Проведение кампании массовой иммунизации в области, учитывая результаты 2014 года, доказало свою целесообразность. Именно поэтому специалистами Брещена в рамках 10-й по счету Европейской недели иммунизации будут проведены мероприятия, направленные на содействие использования подобной защиты людей всех возрастных групп. Ликвидировать пробелы в иммунизации именно под таким лозунгом в этом году будет осуществляться профилактическая работа с населением. Никто практически не встречается с теми инфекционными заболеваниями, против которых проводятся прививки. В принципе, это право любого ребенка, родившись на свет, право у него самое главное быть здоровым. Первый, кто об этом позаботится может, это его родители. В нашей стране существует в 2012 году утвержденный национальный календарь прививочный. Обязательными прививками являются 12 против различных заболеваний, такие как клюш, дифтерия, туберкулез, полиомиелит, краснуха, корь. Кроме того, существует в национальном календаре профилактических прививок определен перечень заболеваний, против которых проводятся прививки по эпидемиологическим показаниям. Это такие заболевания, как плечевой энцефалит, бешенство, желтая лихорадка и другие. В связи с возникающими в последние годы в некоторых европейских странах вспышками опасных инфекционных заболеваний и существующей вероятности их распространения в сопредельные страны, а Беларусь в их числе, брестские врачи настоятельно рекомендуют всем жителям области серьезно отнестись к собственному здоровью и здоровью своих детей. И уже сегодня побеспокоиться о вакцинопрофилактике опасных вирусов. В помощь современной технологии, которая позволяет эффективно и самое главное безболезненно предотвращать инфекции. За первый квартал этого года у нас наметилась тенденция негативной отказа от вакцинации против туберкулеза в роддоме родителей. Это не такая страшная ситуация, но, однако, хотелось бы отметить, что туберкулез, он существует, с ним не поборолись в мире. Жители Украины, которые временно прибывают в нашу республику, первое, что они делают, приходя в поликлиники детские, это просят привить от туберкулеза детей. Учитывая ситуацию в соседней нашей стране, военную и, естественно, все последствия, которые бывают после военных действий, это всплеск инфекционных заболеваний. И нашим родителям я бы посоветовала не рисковать здоровьем своих детей и прививать детей согласно национальному календарю. Особенно актуальна тема вакцинопрофилактики в преддверии пары отпусков. Решив отправиться в жаркие страны, следует сначала внимательно изучить особенности климата и природные условия. Не лишней в этом случае станет консультация со специалистом. Заблаговременно принятые меры в дальнейшем помогут избежать нежелательных последствий. Можно взять такую достаточно экзотическую прививку против желтой лихорадки. Однако она актуальна для граждан, которые собираются выезжать либо в отпуск, либо на работу, либо по каким-то другими, связанные с какими-то другими целями посещать некоторые страны. Прививка эта проводится в городе Минске. Проводится, как правило, она раз в 10 лет. Актуальна приивка против полиомиелита, если планировать выезд в какие-либо страны Ближнего Востока, либо входящий в полиомиелитный пояс. Актуальна приивка против вирусного гепатита В, с учетом эпидемической ситуации той или иной страны. Благополучие нашей жизни в первую очередь зависит от состояния здоровья. Сохранить его или лишиться из-за болезни зависит только от самого человека. Защитив себя и своих близких от заболеваний методом профилактических прививок, можно обезопасить себя от угрозы в виде самых опасных вирусов. Именно поэтому профилактическая работа врачей в рамках Европейской недели иммунизации будет всецело направлена на то, чтобы донести до каждого серьезность важной темы.